Добрый день, дорогие подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Собственно, что я хотел бы сказать вам. Прошла процедура официального взвешивания на турнире UFC еще вчера. Я только что записал подкаст с разбором всего карты для клиентов, подготовил пакет прогнозов. И вот, в общем-то, настал момент подвести черту конкретно по мейн-ивенту, по поединку TJDL Show Кури с Анхагеном. Я напомню, что уже на канал записывал прогноз, скажем так, предварительный разбор на этот поединок, где на тот момент я выделял, как в принципе, интересную ставку на ТБ. И по западу на тот момент предлагали что-то типа ТБ там 3,5 за коэффициент чуть выше двушки. С тех пор коэффициенты качнулись в сторону именно ТМ, то бишь как бы на ТМ начали грузить. В итоге на ТБ коэффициент стал повышаться и уже интерес представляет даже не ТБ 3,5, например, ТБ 2,5. То есть 2 полных раунда с половиной третьего. То есть где-нибудь на западе можно такой вариант рвать за коэффициент, например, там 2. Вот, допустим, там, не знаю, если посмотреть по другим всяким разным БК пинка, например, такой вариант не дает. Она дает только, получается, ТБ 3,5 и там всякие всевозможные вариации типа раунд 3 начнется да, раунд 4 начнется да. Но конкретно я как бы в любом случае на пинки сейчас не ставлю. И там как бы вариант интересный для себя в любом бы случае не нашел. И в итоге начал шуркать по нашим БК. У меня как бы стандартный джентльменский набор. Паримач, марафон, фанбет, бетсити. Вот, конкретно получается, бетсити ТБ 2,5 дает 1,87 коэффициент. По фанбету здесь мы понимаем, да, расчет отлов совершенно другой идет. ТБ 3,5, то что 3 раунда полных пройдут коэффициент 2,1. Вот, например, ТБ 2,5, что раунд 3 начнется 2. 1,62, вот, как бы мне это не особо интересно. Бой продлится, получается, сейчас, меньше. Где бой продлится больше? Ну, здесь получается только ТМ по минутам. Вот, бой продлится меньше, получается, 12,5 минут. Раунд, да, это 1,93, нет, получается 1,82, то есть 1,87, 1,82. Марафон дает на 2,5 больше, это раунд, получается, 4 начнется, да, 2,14. Паримач дает на раунд 4 начнется, да, 2,3. И на ТБ 2,5 дает 1,95. У меня сейчас приоритет паримач, я, как бы, здесь какие-то ставки делаю на второсорты, на UFC, если делаю вообще. Вот, так что здесь по коэффициенту самый выгодный вариант, именно за 12,5 минут из тех БК, которых я ставлю. Если у вас есть какие-то другие варианты, более выгодные по расчетам и так далее, конечно же, смотрите в эту сторону. Теперь я еще раз повторю, почему мне конкретно считается, ну, я считаю, выгодна эту ставку. Если вы хотите, можете пересмотреть тот подкаст, если вкратце, то объясню. Если мы взглянем на карьеру Кори Санхагена, то три последних поединка у него не дошли до решения, причем закончились достаточно быстро все в первом раунде. Но, опять-таки, победы над Фрэнки Эдгаром и нынешним Марлоном Морайсом, они, как бы, мало чего стоят на самом деле. Потому что Фрэнки Эдгар, безусловно, и пробит ос уже конкретный в хлам, который, там, на пенсию уже решил спуститься в 61, а выступал когда-то в легком весе. Марлон Морайс, который, в принципе, достаточно быстро сдыхает и, когда просирает все свое последнее кардио, падает от тычка. И, как бы, после поражения Кори Санхагена он вообще в первом раунде улетел от Роба Фонда, для тех, кто не в курсе. А до этого, в общем-то, проиграл Генри Сихуда, когда, там, да, слил, там, опять-таки, полный свой бензобак на весь. И то, там, поначалу Сихуда даже особо сильно не агрессировал. В общем, ему очень хорошо подмахнули матчмейкеры, но и сам он, конечно, с поставленной задачей справился. Отлет досрочно от стерлинга, опять-таки, не рассматриваю. И, в итоге, последние достойные оппоненты, которые реально что-то представляли на том этапе из себя, это были в 2019 году Рафеля Сунцау и Джон Линникер. Оба боя дошли до решения, и, если вы вспомните, там Кори Санхаген действовал максимально аккуратно, не обостряя, там, да, зачастую вторым номером, пытаясь пользоваться своей антропометрией. Никуда сломя голову он не бежал, ни какие-то, там, не знаю, хайлайт-кики не бросал и так далее. Да, там были какие-то моменты опасные, там, с коленями, например, в поединке с Линникером и так далее. Но, в целом, он, понимая, что, как бы, да, здесь ни пробитосы, ни какие-то, там, лошары и прочее, действовал супер-мега-выверенно и осторожно. В данном случае, если мы посмотрим на карьеру Тюджей Дилошоу, то тоже три последних поединка досрочно, но, опять-таки, с Генри Сихудой его измотала гонка в 57, с Коди Гарбантом, там, в принципе, были размены какие-то лютые, и их прежде всего навязывал сам Коди, да. И, опять-таки, если мы взглянем до этого, что было, два достойных оппонента, опасных, там, да, и абсолютно выверенная работа, что с Линникером, что со Сунцао. Причем Дилошоу еще в том, в бою с Линникером, если мне память не изменяет, показал, что у него все-таки есть борцовская база, и в случае чего он способен ее подключать. Так что здесь я вообще, с учетом статуса поединка, да, он, по сути, контендерский, я не жду, что кто-то полетит кого-то убивать, там, да, пытаться нокаутировать с первых секунд. И, опять-таки, потому что оба бойца когда-то вместе тренировались, спарринговались, ну, и они друг друга хорошо знают. То есть, они друг друга отлично знают, кто что умеет, как двигается, им не надо, там, да, думать по поводу того, там, подстраиваться, как под его антропометрию, там, думать, что он будет делать с его какими-то неудобными, там, моментами, там, да, фишками и так далее, потому что, в принципе, они это уже прочухали, да, это, возможно, было давно, там, и так далее, но все равно бойцы кардинально не меняются, ключевые, базовые вещи остаются. Так что, я вообще не исключаю, что этот поединок дойдет до решения, а уж ТБ 2.5 за 1.95 забрать, это отличная ставка, и как приматч, она обусловлена, ну, как бы, она оправдана, потому что мы все прекрасно понимаем, да, что ставка на ТМ, она с каждой секундой дорожает, ну, в плане, ты забрал, например, неполный бой, а уж шатались они в пятом раунде, и ты сидишь такой думаешь, блядь, зачем я забирал неполный бой за копейки, если я мог, например, в лайве, там, да, после четвертого забрать неполный бой, там, за, в разы более высокий коэффициент. Здесь, вы поставив на ТБ, в любом случае, как бы, с каждой секундой, ставка становится все более выгодной, то есть, грубо говоря, и вы, например, не поставили приматчем, вы поставили, ну, вы сразу решили посмотреть бой, вы видите, что они начали катать лбату, например, там, да, первые полраунда, думаете, кину-ка я на ТБ 2.5, на ТБ 2.5 дают уже не 1.95, а 1.5, например, в лучшем случае, потому что лайвер тоже не дурак. Так что, это отличная ставка и просто приматч, как сама по себе, так и для тех, кто собирается смотреть поединок и лайвить, потому что я вообще планирую смотреть, и по первой половине раунда, мне кажется, уже будет понятно, имеет ли смысл ставка на ТиДжей Дилошоу, потому что я его победу не исключаю, она реально возможна и вполне себе, если он будет хорошо миксовать стойку с борьбой, и при этом, если, как бы, на нем сильно не скажется простой, и вот это вот отстранение усады, то есть дополнительное внимание к нему, то есть если он хотя бы покажет там 70-80% от своей былой формы, этого вполне слегка и должно хватать на Кури Санхагена, скиллы которого, мне кажется, излишне переоценены. Еще раз повторяю, последняя достойная оппонента, 19-й год, и победы решениями, причем в чем-то, скажем так, даже не очень уверенными, и 2 досрочки, одна в его сторону, когда его шнули как лоха, и 2, как бы, скажем так, досрочки над лютыми уже пробитосами, и избитыми мешками, так это назовем. Так что, вот такой расклад. Ставку подтверждаю, тогда, собственно, да, мы прикидывались на, ну, на ТБ 3,5, и если мне уж та ставка оказалась выгодной, в принципе, отчасти, то уж ТБ 2,5 тем более. Вот, так что, как-то так, в любом случае, жду всех на турнире, как бы, в лайве, будем обсуждать, смотреть. Как обычно, будет голосовой чат в Телеграме, ссылки на Телегу там в описании везде. Вот, как обычно, соответственно, будут результаты публиковаться, текстовая трансляция, судейские карточки и так далее, и так далее, и так далее. Да, до турнира, в общем-то, не дожили там 2 пары с момента начала недели, кто записывал подкаст для клиентов с разбором всего карда, но в любом случае 11 пар остались, поединки интересные есть, ставки интересные есть, при матчем удалось нормально поработать, как мне кажется, найти хорошие выгодные варианты. Ну и, собственно, на бесплатку тоже надеюсь, потому что сам ее забрал как достаточно хороший, достойный вариант. Ну и опять-таки напоминаю, что вы можете забирать там, где угодно, вот, но из тех БК, в которых я ставлю, париматч предлагает самый выгодный вариант. Все. На этом я с вами пока прощаюсь. Всем всего хорошего.